Все вы можете проявить то, что желаете, даже не выполняя никакую активность, если вы упорядочите эти четыре измерения в одном направлении и будете поддерживать их в этом направлении в течение определенного периода времени. Он верит, что Шива сделает это для него, и это произойдет. Собирается ли Шива прийти и построить ваш дом? Нет. Я хочу, чтобы вы поняли. Бог для вас не пошевелит и мизинцем. Завтра может произойти то, что никогда ранее не происходило на этой планете. Люди способны сделать так, чтобы это произошло. Все, что мы создали как люди на этой планете, по сути, изначально было создано в наших умах. Все плоды деятельности человека, которые вы видите, по сути, сначала нашли проявления в уме и затем были проявлены во внешнем мире. И замечательные и ужасные вещи, которые мы создали на этой планете, произошли из человеческого ума. Так что если нам не безразлично то, что мы создаем в этом мире, крайне важно, чтобы, прежде всего, мы научились создавать правильные вещи в нашем уме. Важно то, как мы поддерживаем наш ум. Если мы не можем поддерживать ум в том направлении, которое нам нужно, то все, что мы создаем в этом мире, будет только случайным и бессистемным. Поэтому обучение тому, как направлять наши умы туда, куда мы хотим, является фундаментом для создания того мира, который мы хотим. Есть одна замечательная история в йогической традиции. Однажды один человек отправился на прогулку. Он прошел долгий путь и, случайно, сам того не зная, зашел в рай. Счастливчик, не правда ли? Просто вышел погулять и оказался в раю. После такого долгого пути он чувствовал себя немного усталым. Так что он подумал, я так устал, вот бы где-нибудь отдохнуть. Он оглянулся вокруг и увидел, что неподалеку росло отличное дерево, под которым простирался ковер из мягкой травы. Это место было таким манящим, что он легся там и вскоре уснул. Через несколько часов он проснулся и подумал, «Я хорошо отдохнул, но я очень проголодался, вот бы чего-нибудь съесть». И стоило ему только представить себе всякие вкусности, которые он всегда хотел отведать, как тут же все эти яства появились перед ним. «Такой там сервис». Голодные люди вопросов не задают. Перед ним появилась еда, и он начал есть. Его желудок наполнился, и он подумал, «Я поел на славу, теперь бы еще выпить чего-нибудь». И перед ним появились все самые желанные напитки, которые он мог себе представить. Стоило ему только подумать о них. Пьющие тоже не задают вопросов. Так что он выпил. После этого, с некоторой дозой алкоголя внутри, Чарльз Дарвин говорил вам, «Все вы обезьяны, только хвост у вас отвалился». Не я. Это Чарльз Дарвин вам рассказывал, что все вы были обезьянами, ваш хвост отвалился, и теперь вы стали человеческими существами. Да, хвост определенно отвалился. Но что касается обезьяны, в йоге мы всегда называем нестабильный ум словом марката, что означает «обезьяна». Почему мы называем ум обезьяной? Каковы качества обезьяны? Одна из заметных черт обезьяны — это излишние движения. И другая черта обезьяны — если я скажу, «Вы обезьяничаете», что это означает? Подражание. Обезьяна и подражание стали синонимами. Так что эти два основных качества обезьяны очень похожи на качества нестабильного ума. Излишние движения. Вам не нужно учиться ему обезьяны. Вы можете сами ее этому научить. И подражание — это основное занятие ума. Так что, когда эти два качества преобладают, ум называют обезьяной. И вот в нем проснулась эта обезьяна. Он нагляделся вокруг и подумал, что за чертовщина тут творится. Я попросил еды — и появилась еда. Я попросил пить — появились напитки. Должно быть, тут какие-то духи. И появились духи. «Появились духи. Сейчас они окружат меня и начнут пытать». Призраки тут же окружили его и начали пытать. Тогда он начал кричать от боли. «Они убьют меня!» И умер. Только что он назвал его счастливчиком. Проблема была в том, что он сидел под деревом кальпаврикша или деревом желаний. Он подумал о еде — появилась еда. Подумал о питье — появилось питье. Подумал о призраках — появились призраки. Подумал о страданиях — испытал страдания. Подумал о смерти — встретил смерть. Не отправляйтесь в лес искать это дерево кальпаврикша. В наше время вообще сложно найти дерево. Стабильный ум, который находится в состоянии самьюкти, называется кальпаврикша. Если вы организуете свой ум до определенного уровня упорядоченности, в свою очередь он приведет в порядок всю систему. Ваше тело, эмоции, энергии — все будет упорядочено в одном направлении. Как только все эти четыре измерения в вас, физическое тело, ум, эмоции и фундаментальные жизненные энергии обратятся в одном направлении, вы будете получать все, что захотите, не пошевелив и мизинзом. Конечно, некоторая деятельность поможет воплотить это в жизнь, но даже не предпринимая никакой активности, вы все равно можете проявить то, что желаете, если упорядочите эти четыре измерения в одном направлении и будете поддерживать их таким образом в течение некоторого времени. Сейчас проблема вашего ума в том, что каждую секунду он меняет свое направление. Это все равно, что вы хотите отправиться куда-то, но каждые два шага меняете направление. определенно вы не придете к месту назначения, если только это не произойдет случайно. Итак, упорядочив свой ум и в результате упорядочив в одном направлении всю систему и эти четыре фундаментальных измерения того, чем вы являетесь, вы сами станете кальповрикшей. Будет происходить все, чего вы захотите. Но если вы оглянетесь на свою жизнь, то поймете, что если бы сбылось все, чего вы желали до сих пор, вам пришел бы конец. Если бы все вещи и люди, которые вы хотели видеть в своей жизни, если бы все это сегодня оказалось в вашем доме, смогли бы вы с этим жить? Как только мы получаем такую силу, очень важно, чтобы наши физические, эмоциональные, умственные и энергетические движения контролировались и направлялись правильным образом. Если этого не происходит, мы становимся саморазрушительными. Сейчас наша проблема именно в этом. Технологии, которые должны были сделать нашу жизнь прекрасной и легкой, стали источником всех наших проблем. И мы разрушаем саму основу нашей жизни, нашу планету. Мы превращаем в проклятие то, что должно было стать благом. То, что принесло нам невероятный уровень комфорта и удобства за последние сто лет, стало угрозой для нашей жизни. Просто потому, что мы не осознанные, компульсивные. Поэтому упорядочить ум, по сути, означает перейти от компульсивных действий к осознанным. Вы, наверное, слышали о людях, для которых то, о чем они просили, становилось реальным, вопреки всем ожиданиям. Обычно это происходит с людьми, обладающими верой. Скажем, вы хотите построить дом. Если вы начнете думать «я хочу построить дом, чтобы построить дом, мне нужно 5 миллионов рупий, а у меня только 50 рупий в кармане». «Это невозможно, невозможно». Как только вы говорите «невозможно», вы также говорите «я этого не хочу». Таким образом, на одном уровне вы создаете желание, а на другом уровне вы говорите «я не хочу этого». Из-за такого конфликта это может и не произойти. Для кого-то, кто верит в Бога или в храм, или во что бы то ни было, кто обладает простотой ума, вера работает только для простых людей. Для думающих людей, для тех, кто слишком много думает, вера не работает. Это простодушный человек, верящий в своего Бога, или в свой храм, или что-то еще. Он просто идет в храм и говорит «Шива, я хочу дом, я не знаю как, но ты должен сделать это для меня». В его уме нет негативных мыслей. Произойдет это или не произойдет, возможно это или невозможно. Такие вопросы полностью исчезают из-за веры. Он верит, что Шива сделает это для него, и это произойдет. Собирается ли Шива прийти и построить ваш дом? Нет, я хочу, чтобы вы поняли. Бог для вас не пошевелит и мизинцем. То, что вы называете Богом, это источник мироздания. Как создатель он проделал феноменальную работу. В этом нет сомнений. Можете ли вы представить себе лучшее мироздание, чем это? Может ли кто-то вообразить себе что-то лучшее, чем то, что существует сейчас? Так что, как создатель, он сделал свою работу невероятно хорошо. Но чтобы жизнь складывалась так, как вы этого хотите, потому что сейчас это единственная проблема на пути к вашему счастью и благополучию. Вы бываете несчастны лишь по той причине, что жизнь складывается не так, как вы хотите. Вот и все. Итак, если жизнь идет не так, как вы хотите, вы несчастны. Если жизнь идет так, как вы хотите, вы счастливы. Все настолько просто. Так что для того, чтобы жизнь шла так, как вы считаете нужным, прежде всего важно то, как вы думаете, насколько сфокусировано вы мыслите, сколько ревербераций в вашем мыслительном процессе. Именно это определяет, станет ли ваши мысли реальностью, или останется просто пустой мыслью, или то, насколько вы не создаёте препятствий для своей мысли с помощью негативного мыслительного процесса, возможно или невозможно, уничтожает человечество. Что возможно и что невозможно — это не ваша забота. Это дело природы. Ваше дело — стремиться к тому, что вы хотите. Если сейчас я задам вам два вопроса. Я хочу, чтобы вы просто подумали и дали ответ. Можете ли вы прямо сейчас взять и улететь с того места, на котором сидите? Вы скажете «нет». А можете ли вы прямо сейчас встать и уйти? Вы скажете «да». На чём это основывается? Почему вы говорите «нет полёту» и «да ухода пешком»? Прошлый — жизненный опыт. Множество раз вы вставали и уходили, но никогда не улетали. Или, другими словами, вы используете прошлый опыт в качестве основы для того, чтобы определить, что возможно, а что нет. То есть вы решили, что то, что не случалось до сих пор, не может случиться в вашей жизни в будущем. Это позор для человечества и для человеческого духа. Завтра может произойти то, что никогда ранее не происходило на этой планете. Люди способны сделать так, чтобы это произошло. Так что решать, что возможно и что невозможно — это не ваше дело. Это дело природы. Природа решит. Вы же просто задумайтесь, чего вы действительно хотите и стремитесь к этому. Если ваша мысль происходит очень мощно, без всякого отрицания, без каких-либо негативных мыслей, которые снижают интенсивность мыслительного процесса, во-первых, и это самое главное, у вас должна быть ясность относительно того, что вы действительно хотите. Если вы не знаете, чего хотите, то нечего даже и говорить о том, чтобы это создать. Если вы посмотрите на то, что вы действительно хотите, это то, чего хочет каждый человек. Жить в радости, жить мирно и чтобы взаимоотношения были полны любви и теплоты. Или другими словами, все, чего хочет любой человек — это приятность внутри, приятность вокруг. Эту приятность, если она проявляется в нашем теле, мы называем здоровьем и удовольствием. Если эта приятность проявляется в нашем уме, мы называем это умиротворенностью и радостью. Если это проявляется в наших эмоциях, мы называем это любовью и состраданием. Если это проявляется в нашей энергии, мы называем это блаженством и экстазом. Это то, чего ищет каждый человек. Идет ли кто-то на работу в офис, или хочет заработать денег, построить карьеру, создать семью, сидит ли он в баре или храме, он ищет одного и того же. Приятности внутри, приятности снаружи. Если это то, что мы хотим создать, я думаю, пришло время, чтобы мы занялись этим непосредственно и посвятили себя этому. Итак, вы хотите создать себя умиротворенным, радостным и любящим человеком, приятным человеком на всех уровнях. И разве вы не хотите, чтобы и общество стало таким, полным мира, радостей и любви? Нет, нет, я хочу зеленый мир, я хочу, чтобы в мире была еда. Когда мы говорим о полном радости мир, это означает, что все, чего вы хотели, исполнилось. Вот и все, чего вы ищете. Итак, все, что вам нужно сделать, это посвятить себя созданию этого мира, полного умиротворения, радости и любви, как для себя, так и для всех вокруг вас. Если вы будете начинать каждый день с одной простой мысли, «Сегодня, куда бы я ни пошел, я буду создавать мир полный любви, радости и умиротворения». Если вы упадете сто раз за день, какое это имеет значение? Для целеустремленного человека нет такого понятия, как неудача. Если вы упадете сто раз, вы выучите сто уроков. Если вы посвятите себя таким образом, созданию того, что для вас действительно имеет значение, тогда ваш ум станет упорядоченным. Как только ваш ум станет упорядоченным, поскольку, как вы думаете, так вы и чувствуете, ваши эмоции тоже станут упорядоченными. Как только ваши мысли и эмоции станут упорядоченными, ваши энергии станут упорядоченными в том же направлении. Как только ваши мысли, эмоции и энергии станут упорядоченными, само ваше тело станет организованным. Как только все эти четыре измерения станут упорядоченными в одном направлении, ваша способность создавать и проявлять то, что вы хотите, станет феноменальной. Во многих смыслах вы будете создателем. То, что является источником мироздания, функционирует внутри вас в каждый момент вашей жизни. Вопрос в том, имеете ли вы доступ к этому измерению или нет. Упорядочивание этих четырех фундаментальных элементов своей жизни даст вам этот доступ. Существуют инструменты и технологии, чтобы добиться этого. Суть всей науки йоги, всей технологии, которую мы называем йогой, заключается именно в этом. Именно в том, чтобы преобразовать себя, чтобы из частички мироздания стать творцом. Моё желание и благословение, чтобы каждый человек в этом мире получил этот доступ к источнику мироздания внутри себя.